Дорогие друзья, на библейском портале «Экзегет» мы продолжаем отвечать на ваши вопросы. Как утешить потерявших близких? Потери близких — это, наверное, самое тяжелое испытание, которое выпадает на долю человека, и некоторым не так горьк собственный финал жизни, как ужасно увидеть его при своей жизни у кого-то из родных и особенно дорогих сердцу. Но утешение в этой потере прежде всего в том, что таково становление Божье, а Бог знает, что делает. Поэтому определение падшему Адаму «земляйся в землю от Идиши» — это общая наша доля, которая не бессмысленна, но имеет значение для жизни вечной. И не сохранив своего первозданного достоинства, падшее человечество, тем не менее, достойно приемля свой исход, получает не бытие, но жизнь вечную с Богом. Потому, рассуждая о смерти, апостол Павел говорит, мы не хотим совлечься, но паке облечься. Мы не проповедуем любовь к смерти, но говорим о паке бытии, к которому мостом является и исход из временной жизни, но только достойной. Но если с ним, со Христом умираем, то с ним и воцаримся. Поэтому наше утешение в смерти близких, конечно же, Христос, Он и жизнь наша, и по смерти утешение. Наше упование на Его милость и Его могущество, сообщить жизнь вечную, имеет все основания. Сам Господь свидетельствует о себе. Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых, ибо у Него все живы. Потому только лишенный веры Христовой может всерьез огорчаться от того, что тот, кто был, Ему так близок, теперь Его нет. Он к тебе, вероятно, не так близок, если ты не можешь Его теперь видеть и осизать, слышать и вместе с Ним провести какое-то время, ибо Он уже оказывается вне времени после завершения земного странствия своего. Но у Бога Он остается живым, и твоя собственная душа, которая также принадлежит умному миру, как и Его по-прежнему принадлежит, остается к Нему столь же близка. Потому наша молитва об усопших в вере и надежде воскресения наших близких является самым благонадежным способом не унывать, а молясь и вверяя Господу душу усопшего, конечно же, чаять и для Него совершенного утешения, и для себя будущего единства, в том числе и с нашими усопшими близкими, во Христе воскресшем, к чему мы и призваны. И если уж для нас имеют какое-то значение страницы Евангелия, то по преимуществу тем, что благая весть возвещает нам жизнь вечную в Господе Иисусе Христе. Потому усердное себя самого во дворение к Господу поближе, с Ним сочетание в таинстве святого причащения, есть наилучшее утешение для потерявшего близких, для того, чтобы пережить эту потерю, и мало того осознать, если человек умер в вере и надежде воскресения, осознать и великие блага, пришедшие к такому человеку в связи с достойным окончанием земного пути. Именно этим объясняются и попущенные Богом завершения земной жизни безвременные детей невинных, ничем, как кажется, не заслуживших горькую участь, не узнав земных радостей и сладостей, быть призванными на небо. Но не ради ли неба оставляет нам Господь и всякий час жизни, не ради ли того, чтобы мы, достойно Его совершив, сподобились бы вечного с Ним упокоения во Царстве Святых Его, во Царстве Света Его, во Царстве Святости Его. Потому в потере ближних истинная вера наша, и есть подлинное утешение, и слова чудесные, которые имеют силу ворчевательную, сформулированные нашими замечательными святыми, например, святитель Феофан Затворник, обращаясь к безутешным в горе о смерти ребенка родителям, говорит, что душа вашего возлюбленного ребенка удивляется, глядя на вашу скорбь, и думает, как же они так убиваются, когда мне несравненно лучше, чем то, что было прежде в земной жизни моей, и прочие слова замечательные, открыв которые, конечно же, всякий получит несомненное утешение и подкрепление в вере своей и упование на милость Божью к нам, кающимся, верующим в Него, исповедующим Святое Имя Его, милость Его не только в нашей временной жизни, но и в вечности.